Марина Борисовна Николаевская трудится в Центральной Видновской библиотеке. Она родилась в Ленинграде в 1940 году. Когда началась война, ей было чуть больше года. О том, как жила ее семья во время блокады, героиня нашего сюжета знает со слов мамы. Мама говорила, что как только начиналась воздушная тревога, я шустро забиралась под кровать. И выманить меня тут было трудно. Отец Марины, офицер Черноморского флота Борис Евгеньевич Николаевский, воевал при обороне Севастополя, был ранен и попал в плен. Они оборонялись до последнего. Отец был ранен в голову. Его подобрали матросики. Он был командир ротосвязи. Его подобрали матросики, сняли с него китель офицерский, уничтожили его паркбилет. И таким образом он попал в плен и вышел. И вот за три года плена никто не выдал его. Никто. Не нашлось ни одного человека, кто выдал, что он коммунист и офицер. Бомбили Ленинград постоянно. Целью нацистов было полное уничтожение мирного населения. Ни город, ни его жители фашистам были не нужны. Уничтожалось все необходимое для жизнедеятельности населения. В том числе водопровод, энергоснабжение. Сожгли всю мебель. Сожгли великолепную дедушкину библиотеку. Немецкие книги такие готическим шрифтом печатаны были. Их все сожгли. Ну, выжили. Выживала маленькая Марина вместе с мамой и бабушкой. Бабушка была совершенно замечательный человек. Она своей железной волей, видимо, нас и спасла. Потому что все, что добывалось с ясноя, все это варилось обязательно. Вот на книгах, на мебели, в буржуйке. И все делилось на всех поровну. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Этот день один из самых радостных и одновременно самый скорбный. По официальным данным, более 600 тысяч человек умерло страшной и голодной смертью. Самое гнусное порождение цивилизации – это война. И война не должна никогда повторяться больше. Это обнажаются самые гнусные черты и у победителей, и у побежденных. Сегодня Марина Борисовна Николаевская – библиограф. Более 50 лет отдала этой профессии. 30 из них трудятся в Видновской библиотеке. Она автор многих проектов. Одним из важных считает проект «Забытые русские гении». Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова